Начнем, я хочу начать курс лекций по технологии производства карбамидов, где мы начнем с самых азов, начала, и как бы потом потихонечку будем продвигаться уже в специализации и непосредственно конкретным работам, именно по отделениям, возможно и по другим, каким-то дополнительным отделениям, цель. Начнем с технологии производства карбамидов. Сегодняшняя тема лекции, я предлагаю, она будет интересна тем, кто только начинает изучать технологию карбамидов и тем, кто ее, скажем так, преподает. Другим, например, в смене является производственным инструктором и, скажем так, думает, с чего же начать, когда приходит новый стажер, что же ему рассказать, как же ему преподать. Потому что всегда есть вопрос у стажеров, с чего начать. Что, в первую очередь, пар, конденсат, синтез или выпарку. У каждого есть свое мнение, я представлю свое видение вообще, с чего должна быть первая лекция производственного инструктора, например, для этих людей, чтобы в целом охватить. Ну что, например, если изучать, я вот это взял не просто так. Например, если мы хотим изучать земной шар, географию, историю всего мира. Например, когда вы смотрите на него из космоса, вы видите земной шар, и он более-менее понятно, что это земной шар. Потом, когда вы приближаете ближе, вы уже видите, из чего он состоит, что это океаны, материки и так далее. Потом вы хотите изучить какой-то из материков, вы приближаете еще ближе. Есть программа в интернете такая, которая позволяет это. Приблизили, увидели уже очертания стран, какие-то границы, еще ближе, это уже города, еще ближе дома, комнаты и так далее. То есть вот с такого, мне кажется, расстояния нужно начинать изучать технологию производства карбамидов. Потом приближать, увидеть уже все остальное, и потом как по каждому кусочку. Для того, чтобы вначале у человека охватить вообще его понимание, что же такое именно производство карбамидов. Сегодня мы рассмотрим вот в таком виде, издалека, и чуть-чуть приблизим, чтобы рассмотреть океаны и материки. Сегодняшняя лекция будет посвящена на это. Может быть, для кого-то будет неинтересно, но для кого-то, может быть, просто будет это понятнее, чтобы кому-то потом рассказать. Значит, я немножко истории, совершенно немножко истории, кому будет интересно, я сделаю могу отдельную лекцию. Именно по истории удовлялся карбамид. Но сейчас несколько ровно предложений. Впервые вообще карбамид такой был синтезирован в 1822 году. 1822 год. Схем, реакцией, по которым возможно было получить карбамид, было около способов с того момента, по, скажем так, 19 век, по, скажем так, 20 век, то около 50 способов было изобретено, способов получения карбамидов. Около 50 способов. Формула карбамидов представляет собой структурное вот такой вид. Либо в виде записи такой формулы, которую вы используете, ее можно просто записать вот так. Структурная формула такая. То есть это одна молекула углерода, одна молекула кислорода, молекула азота и водорода. Это аминогруппа называется, и кетонная группа так просто. Вот это структурная формула карбамида. Карбамид является органическим соединением. И для чего он служит, это мы рассмотрим позже, скажем так, вы знаете его как минеральное удобрение. Наш карбамид, который мы производим, это минеральное удобрение. Также он является еще и другим, скажем так, сырьем для производства каких-либо других веществ. Ну, сейчас не будем. То есть мы знаем, что карбамид нам нужен, как минеральное удобрение на данный момент, потому что наш цех производит минеральное удобрение. У нас второй год, 50 способов. В 1868 году русский химик Базаров впервые синтезировал карбамид по реакции, которую мы сейчас все знаем. И после этого начался бум производства карбамида именно промышленный. Потому что эти 50 способов не позволяли производить карбамид в промышленном способе. То есть это можно было в лаборатории, какое-то количество, в какой-то колбочке и так далее. Вот ладошечки произвести, это 50 способов. Русский химик Базаров разработал реакцию, которая выглядит таким образом. Две молекулы аммиака, плюс молекула кислого газа, получается молекула карбамида, плюс молекула воды. Плюс выделяется колоссальное количество энергии, Q. Количество энергии обозначается в бакинской большой буквы Q. Данная реакция является обратимой. Это что означает? Что она полностью не идет и может идти и в эту сторону тоже. Эта реакция идет в основном при повышенных давлениях и температурах. Температурой порядка 150-250 градусов. И давление от 120 до 300 атмосфер. Это условия в основном проведения данной реакции. Эта реакция была принята за основу, которая потом использовалась для того, получать в промышленных масштабах карбамид и производить крупномасштабные, строить агрегаты. Крупно-тоннажными агрегатами являются те, которые производят больше 1000 тонн в сутки. Например, проектная мощность каждого из наших агрегатов – 1001 тонн на сутки. То есть это является крупно-тоннажным агрегатом. Впервые промышленный способ производства карбамида был реализован в Германии. В Германии 1922 год. Как вы видите, не так уж и много времени до наших времен прошло, когда была первая промышленная установка производства карбамида в данной реакции. Все остальные промышленные производства, которые применялись, установки, которые строились, использовали именно основу вот эту реакцию. После этого, конечно, технологии и подход к технологиям слишком изменился, вплоть до нашей агрегаты 1984 года выпуска и 1985. За это время способы и подходы к технологиям слишком поменялись. Немножко об этом. Какие были первые способы получения карбамида? Первые способы получения карбамида – это были однопроходные схемы. Что такое однопроходная схема? То есть у нас есть какая-то установка получения карбамида. Например, вот оно, да? Я напишу «Получение карбамида К». Куда должны прийти? Аммиак и СО2. Аммиак, углекислый ГАПС, СО2. В этой установке происходит реакция карбамид-Вода. Но реакция, вы видите, стрелочка обратная говорит о том, что реакция проходит не полностью. То есть не весь аммиак и СО2 реагируют в карбамид. Поэтому на выходе мы получаем карбамид, так, как, водичку, так, по реакции. И еще не прореагировавший аммиак, я напишу «Н», не прореагировавший, правильно? Потому что часть аммиака не прореагировал. Так вот, этот аммиак не возвращался обратно в схему в виде рецикла. Это первые схемы, однопроходные. А шел на дальнейшее производство. Например, его использовали дальше на производстве, шел на производство аммиачной селитры. Аммиачная селитра, NH4, NH3. Вы знаете, что аммиачная селитра тоже является минеральным азотным удобрением и также используется в других целях для производства взрывчатых веществ. Ну и как аммиачное азотное удобрение, оно используется тоже. Так вот, эти схемы, это были одни из первых. Но эта схема, как вы увидите, если я вам расскажу, что в данном случае, по этой схеме, если взять, что 1 тонна получалась карбамида, то при производстве 1 тонны карбамида по этой схеме получалось 5 тонн аммиачной селитры. И получается, что производство карбамида просто превращалось в производство аммиачной селитры. Как они отгоняли вот этот аммиак? Это следующий вопрос. Это следующий. Как это отгоняли? Это следующее, потому что мы можем отдельно... Я сегодня расскажу о том, что именно к нашей схеме подойду. А именно историю схем и технологий, я думаю, мы возьмем отдельную лекцию. Кому будет интересно, я именно озвучу. Именно из истории, чтобы просто полезно знать для общего развития. Понятно, да? Что по такой схеме получалось на 1 тонну карбамида 5 тонн аммиачной селитры, что просто превращалось в производство аммиачной селитры. Конечно, технологи начали об этом думать. Конечно же, и придумали схемы, которые должны вот этот непрорегирующий аммиак возвращать обратно в схему. И схема становилась с рециркуляцией. Эти рециркуляции были придуманы, в виде газового рецикла аммиак возвращался, в виде жидкости, то есть он поглощался чем-то в виде жидкости. В нашей схеме, наша схема производства карбамиды, это схема с жидкостным рециклом, то есть рецикл аммиака идет в виде жидкости. Это что я хотел озвучить, немножко из истории для первого начала. Это понятно? Вопросы есть? Давайте теперь выпишем, рассмотрим нашу схему, вот на таком расстоянии, как мы говорили, нашу схему, как наш агрегат производства карбамид. Я это все удалю, чтобы оно нам не мешало. Все успели зарисовать кому-то. Мы сейчас выпишем эту реакцию. Пока я буду вот это все удаляю здесь, расскажу, что есть такие химики, агрохимики. Агрохимики, задача агрохимиков разработать, скажем так, такое удобрение, которое необходимо, чтобы росли, скажем так, какие-либо, например, культуры. В данном случае у нас это азотное удобрение. Они разработали, что одно из самых лучших удобрений азотных является карбамид. Почему? Тоже отдельно. Агрохимики говорят химикам, разработаете, как производить карбамид. Химики, именно которые занимаются фундаментальной наукой, в лаборатории придумывают эти способы. Базаров придумал этот способ, который можно реализовать в промышленности. Вот эту реакцию. Я ее выпишу вот здесь. Значит, две молекулы аммиака плюс молекула СО2 получается карбамид плюс вода плюс количество тепла. Это химик, который занимался в лаборатории фундаментальной наукой, разработал эту реакцию. Потом этот химик дает следующим химикам. Химики называются химики-технологи, которые должны вот эту реакцию реализовать в аппаратах. Придумать технологическую схему и произвести готовый продукт. Так вот, давайте сейчас станем химиками-технологами, думая, что нам химик Базаров дал эту реакцию, а мы с вами сейчас придумаем эту схему. Вот на таком расстоянии пока. Что это означает? Значит, на таком расстоянии мы видим только лишь какой-то шарик, геоид, вот земля, называется геоидом. Значит, мы так и рисуем. Давайте не берем другой цвет. Так и рисуем. Схема производства карбамида, да? Напишем. Производство карбамида. Так я обозначу. Что мы видим для производства, что надо? по реакции. Аммиак? Аммиак. Аммиак. Приходит аммиак. Уликислый газ? Уликислый газ. Что у нас должно выходить? Готовый продукт. Какой? Карбамид. Готовый продукт. Карбамид. Готовый продукт. Что? Вода должна уходить, да? Сольное тепло. Вода какая-то? По реакции все, да? Мы не берем. Мы рассматриваем пока эту основную реакцию. Ну, и мы не должны забывать, что всегда, в любом месте, всегда не забывайте, всегда есть инерты. Поэтому инерты всегда будут выходить. И инерты. Я мог бы записать их в реакции. Вот здесь, например. Инерты плюс, потому что инерты приходят с аммиаком, с углекислым газом. Они есть везде, эти инерты. Инерты это что? Азот, кислород, водород и остальные газы, которые могут быть уже примеси. И так далее. Метан, например. Инерты есть растворенные везде. Любой жидкий. Я могу написать по реакции инерты плюс, и здесь инерты плюс. Но это просто не надо, потому что в реакции они не участвуют. Поэтому мы их всегда держим в голове. Потом, что мы можем видеть по реакции? Если реакция идет, реакция идет, и выделяется какое-то количество теплоты, ее значит нужно отводить чем-то. В нашей схеме мы ее отводим с помощью, используется на производстве карбамидов, оборотная вода. Так и рисуем. То есть какая-то схема оборотной воды. Оборотная вода используется. Что еще используется? Для того, чтобы получить карбамид, вы видите, разделить. И чтобы сместить реакцию в эту сторону, если у нас не прорегировали, выпарить воду, нам нужно с этой стороны что? Подвести тепло, чтобы сюда смести, да? То есть что надо использовать? Какой-то энергоресурс. В нашей схеме используется энергоресурс пар. Так и рисуем. Пар. Входит пар. Значит, стрелочки заштрихованные, закрашенные. Это всегда жидкость обозначается. Не заштрихованные. Это газ. Понятно. Значит, в нашей схеме используется пар 40. Мы обозначаем пар буквой D в латинском. Так. Что еще у нас используется? Дополнительное, что мы держим в голове для того, чтобы организовать автоматизацию процесса, для того, чтобы продувать продукты, промывки. Ну, что используем? Например. Воздух. 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 Воздух тип. Воздух тип. Технологически, да? Технологически. Что еще используем? Азот. Конденсат. Вот я вот здесь подразумеваю вот это конденсат. То есть мы используем пар, а выдаем уже конденсат. К12. В нашей схеме. Я сейчас уже применительность нашей схеме. Что используем еще? Азот. Что еще есть такое? Кислород. Кислород. Скажем так, можем и кислород. Давайте допишем и кислород тоже в нашей схеме используется. Кислород тоже специфический. То есть вот наша схема. И вот эта схема дает понятие, скажем так, что данная схема как должна работать. То есть вот мы увидели нашу землю со стороны. Мне кажется, когда вот это рассказать изначально человеку, который приходит, он будет понимать, что он не сможет подать мякоть СУС-2, если не будет системы охлаждения работать или система пара. То есть он это сможет совместить. Теперь давайте с этим понятным. Давайте попробуем ее приблизить, чтобы увидеть уже материки и океаны. Давайте теперь разработаем так называемую структурную технологическую схему. То есть вот этот квадратик сейчас расширим в себе. Расширим его и разложим полностью. Можно удалять? Да. Сейчас вместе с вами давайте представим, что мы химики-технологи и начинаем разрабатывать структурную технологическую схему. Структурную, то есть это отделение синтеза будет представлено просто квадратиком S синтез. Так вот у вас есть на клавиатуре, на системе квадратик, синтез, стрелочка, что идет. Давайте начнем. Давайте начнем. От этого мы удалим. Николай, ты пишешь, давай? Да. Ну, правильно. Давайте начнем. Я сейчас начну, чтобы вы поняли, как я это хотел бы представить. А вы мне будете помогать. Значит, начинаем. Ну, первое, что нам нужно произвести, какой процесс, чтобы получить, произвести реакцию. Это процесс синтеза. Тренд, то есть соединение, получение. Ну, так давайте и нарисуем. Скажем так. Вот здесь где-нибудь я поставлю. Я буду латинскими одними буквами, которые приняты у нас тоже, вот на клавиатуре. S. Понятно, синтез. В синтез что у нас приходит? Синтез. Аммиак. В нашей схеме он жидкий, да? Я закрасил. Аммиак. И что приходит? СО2. Синтез проходит в наших условиях. Я расписывал до этого, какие давления и температуры. В наших условиях синтез идет при давлении, каком? 140 атмосфер, да? И где-то 185 градусов. СО2. Именно вот эти с половиной, шесть, это целая отдельная лекция. Почему именно столько? Это очень тоже интересно. Почему именно выбраны именно данные параметры именно для наших условий? Понятно. Аммиак приходит у нас, то есть, здесь давление аммиака должно быть, соответственно, тоже. Какое? Порядка, чтобы продавить 140? 150, 150, 160, 170, перед инжеком. Замыть. Пускай 170 напишем. СО2 какое давление должно быть? 145. 145, 150, пускай, да? То есть, сюда должен быть выше. Где мы берем аммиака и СО2? Нам его дает производство аммиака. Я здесь пишу СФРА. Значит, цепь производства аммиака, который находится неподалеку, состоит из двух агрегатов. Каждый из агрегатов выдает основной продукт, аммиак, жидкий. Жидкий аммиак он выдает с давлением порядка 15 атмосфер. И углекислый газ, СО2, с давлением всего лишь 0,2 атмосферы. Значит, аммиак это основной продукт. СО2, простой продукт, который в производстве не нужен, и он должен, по идее, как-то утилизироваться, либо выбрасываться в атмосферу. Значит, мы этот продукт забираем. Уберите, 0,2 атмосферы, 150 атмосфер. Значит, чего не хватает, чтобы соединить эти элементы? Теревесор. Компрессия. Так и пишем здесь. Компрессия. Допустим, я нарисую вот так вот компрессор, и проведу вот так стрелочку, и вот так соединить. То есть, у нас два. Я напишу компрессия, просто компрессия. Понятно, да? То есть, рисовать. А потом мы будем вот это рассматривать все вместе. И вот это все вот так понятно, да? Теперь, чтобы соединить здесь, нам нужно отделение насосной. Поэтому здесь мы рисуем какой-то лунжерный, на поршневой больше похожий насос. Соединяем, объединяем в квадрате, и получили нужное. Очень понятно. Мы поехали дальше. И синтеза теперь. Смотрим. Сколько у нас будет линий выхода из синтеза? Штавных? Да. Две линии. Давайте так рисуем. Одна газовая, да? Другая? Жидкая. Жидкая. Что мы здесь получаем в жидкости? Мы получаем какой состав? Карбамид. Давайте будем. А, синтеза. Давайте из синтеза. Мы получаем, да, выход уже дальше. Мы получаем, что М. Давайте будем обозначать карбамид. Мочевина. Мочевина, которая, это тоже тривиальное название, карбамида. Потому что она была, скажем так, обнаружена в одних из, скажем так, жидкости и жизнедеятельности человека. Это единственный, скажем так, когда данный продукт может получаться при температуре 36,6 градусов и при атмосферном давлении. Это вот человек может синтезировать. Карбамид. Карбамид, да? Что потом? Вода. Потом не прореагировавшие. Аммиак и СО2. Букавка А, буковка С. Карбамида здесь мы знаем, получается где-то 57%. 7%. 7. Почтай, 7%. Понятно, да? Вот мы получили раствор. По этой реакции? Смотрим только по этой реакции. Мы сейчас изучаем эту реакцию. В газе что у нас будет? Смотрим по этой реакции. Тоже будет Аммиак. В газе. Аммиак, потому что это высокие температуры здесь. Тепло выделяется, однозначно будет вылетать Аммиак. Что будет целый блок? Аммиак, аммиак, аммиак и инер. Вода и инер. Давайте вначале получим готовый продукт, потом вернемся к остальным. Чтобы получить готовый продукт, нам нужно что следующая система? Отгонки непрореагировавших компонентов. Что в первую очередь будем отгонять? Воду, Аммиак или СО2? Аммиак СО2 и ВОСУ. В первую очередь давайте Аммиак и СО2. Почему? Что самое легколетучее? Так, самое легколетучее СО2. Потом Аммиак и потом только вода. СО2 самое легколетучее. Если вы возьмете газировку, да, ну вы сами представляете, вот здесь это растворено СО2, вы ее открываете, спокойненько СО2 выходит, вы это все понимаете. Аммиак в одном объеме воды может раствориться при нормальных условиях 700 объемов Аммиака. Но потом самое уже тяжелое, летучее, из этого всего, это вода. Поэтому давайте напишем, что у нас есть система ректификации, вверх, так? Куда мы это все и направляем. Где? Понижается давление у нас, чтобы испарить Аммиак и СО2. Что нам нужно? Если вы берете так же бутылку с газом, хотите из нее добавить газ, нужно первое, что сбросить давление. Открываем крышку, сбрасываем давление. Поэтому мы сбрасываем давление здесь в наших условиях до трех атмосфер. Почему три атмосферы? Это после. Потому что есть системы, где и до 18, вначале до 25, до 18, до 10, потом до 3. мы сразу по-трех сбрасываем. Отсюда сколько будет потоков? 2 и жидкая фаза. 2 потока даются. Один поток, это Аммиак и СО2, и какая-то вода, у нас идет на конденсацию. Там же, в этом же отделении мы конденсируем К-рецикла. И второй поток, я так через него проведу, на выбор. который содержит мочевину, уже процентов 70, да? Что еще содержит? Воду. Аммиак. И остаточное количество Аммиак и СО2, да? Я напишу маленький. Аммиак. И теперь следующая задача, если мы здесь выпарили Аммиак и СО2, следующая задача выпаривать воду. Это что у нас? Называется выпарка. Буквы. Выпарка. Что у нас происходит? Сколько потоков будет здесь? А где-то два потока. Два потока. Правильно. Значит, один поток сюда. Это у нас уходит Аммиак, СО2, и большое количество воды. И второй поток у нас какой? Это карбамид 99, и там сколько? 8, 7, а лучше 5. Пока что процентов, карбамид, при 140 градусах у нас направляется куда? На гранулирование, да? Ну и там... Система гранулирования. Значит, у нас правильно, правильно, чтобы вы понимали, гранулирование, у нас процесс, который идет у нас в башне, то есть он попадает в башню сюда, да? На гранулятор, который вращается, где-то располага, карбамида вниз, внизу стоит кипящий слой, подается воздух, он охлаждается потоками воздуха и пересыпается уже на ленту, да? Значит, этот процесс, правильно, чтобы вы понимали, называется прилирование. Прилирование. Это не гранулирование, это прилирование. Процесс получения карбамидов, это вообще любого другого. Но я просто, мы сейчас о карбамиде говорим. Процесс получения карбамида в виде гранул, который заключается в том, что мы получаем карбамид в виде капель, потом каждая капелька, падая с высоты 85 метров, просто застывает, мы ее охлаждаем воздухом. Это называется прилирование. То есть процесс получения гранулы из жидкости, методом охлаждения, прилирование. Процесс гранулирования, это процесс, тогда как же, похоже на то, когда вы катаетесь снежником, чтобы слепить снежную бабу, снеговика, вы берете маленький снежок и накатываете на него слоями. Процесс гранулирования происходит в грануляторах, где песчинка карбамида, маленькая песчинка, пылинка почти, начинает накатывать на себя потихонечку один слой другой и пока не достигает размера гранулы, которые нам необходимы. Гранулы по виду почти одинаковые, что прилированные, что гранулированные. Они, конечно, разнятся, вы можете увидеть, я покажу. Разница? Нет, они немножко по шершавости и по прочности. По прочности вы так не понимаете, а по виду как бы по шершавости небольшой, потому что прилированные, они более гладенькие, а гранулированные, потому что вы понимаете, слой за слоем накатывается, где-то чуть так осталось, одного слоя другого. По прочности наши гранулы достигают нормы. Норма это 0,7 килограмма на гранулу. Наши гранулы где-то прилированные 1,2 килограмма, то есть это выше и довольно хорошая прочность. Гранулы, полученные с помощью гранулирования, где-то в 3-4 раза прочность выше, то есть это 4-5 килограмм на гранулу. Поддерживают. Это один из методов. Поэтому мы просто называем грануляционные башни гранулирование. Но правильно, чтобы вы просто понимали, если встретите такое понятие, или кто-то будет говорить, правильно этот процесс называется прелирование, и прелированный карбамид мы получаем. Все, мы получили готовый продукт. Получили его, готовый продукт, и отправили его уже по назначению. Готовый продукт. Китайцы. Все. Китайцы достаточно тоже своих мощностей. Так, теперь нам надо разобраться вот с этими потоками, потому что наше производство, мы называем его безотходным, потому что с рециркуляцией, то есть у нас все непрореагировавшие компоненты, согласно этой реакции, должны вернуться. Давайте начнем с самого начала. Вот у нас остался поток, где содержит аммиакцию, воду, что мы можем сделать, чтобы освободить или, скажем так, отсюда вывести аммиакцию, если это газовый поток. Какую мы должны поставить отделение или систему? Это абсорбция. Абсорбция. Для того, чтобы поглотить что-либо из глаза, есть отделение абсорбции. Значит, чтобы поглотить что-то из газа, это абсорбция. Так и назовем абсорбция. Этот поток направляется сюда. Абсорбция всегда происходит из газа какой-то жидкости. Правильно? Поэтому мы сюда подаем какую-то жидкость. Я напишу, например, аммиачная вода, которая поглощает этот аммиакцию 2, и уже из абсорбции у нас выходит что? Только инерты. А то, что мы абсорбировали, мы направляем, сливаем в нашем случае вот сюда. В виде угле-аммонийных солей. УАС. Значит, я удалю слово бриллирование. Все записали, разобрали. Что такое УАС-то? Везде пользуется УАС. Угле-аммонийные соли. Да, угле-аммонийные соли. Соли. Угле-аммонийные соли имеют такой состав. НС-4, например. Дважды СО-3. Это смесь солей. НС-4, АС-СО-3 и так далее. Приблизительно у вас состав этих солей вот такой. То есть, это аммиак, СО-2 и вода образуют угле-аммонийные соли определенного состава и определенного соотношения между собой. Здесь угле-аммонийные соли, допустим, какого-то состава 1, сливается в конденсацию, где у нас приходят газы из рецепта. И все это вместе смешивается вместе с этими газами. В одном месте. Дальше поехали. Значит, эти потоки мы замкнули. С этим потоком что будем делать? Это в виде газов, да. Вначале сконденсировать. Потому что у нас система предусмотрена таким образом, что все возвращать или перерабатывать в виде жидкости. Поэтому, если мы имеем где-то газ, вначале его надо превратить в жидкость. В данном случае выпаривание у нас идет при вакууме, поэтому у нас здесь ставится вакуум конденсации. То есть, напишу К, вакуум такая, да. Конденсируем и получаем какое-то что мы получаем? Аммиачную воду. Которую потом... Что мы должны сделать с этим потоком? Переработать. Переработать. Потому что мы не можем слить аммиачную воду просто в ливневую канализацию или где-то использовать. Мы это делаем на тонкой очистке. Если тректификация это грубая очистка от аммиака СО2, то дисорбция это тонкая. Тонкая очистка это маленьких доз аммиака СО2. И сорбция откуда уже в виде углеомонийных солей, которые мы получаем, которые мы выгнали аммиака СО2, мы получаем углеомонийные соли СО2 и возвращаем их вот в эту точку на конденсацию. А отсюда у нас что получается? Питьевая вода. Не питьевая, а сточная. Сточная вода. То есть просто вода добавляем сточной, потому что она является технической водой. Так, все, закончили? Ну вот я думаю, что не хватает. Здесь у нас все уже сконденсировали. Углеомонийные соли 1, углеомонийные соли 2. И эти газы из рецикла, из рептификации. Синтез мы их не отправили. Мы их не отправили в синтез, потому что здесь уже уровень наполняется. Надо подсказать, а то уже сейчас перелез. Поэтому здесь эти углеомонийные соли, которые получились при смеси 1, 2 и здесь 3 газов, называем углеомонийные соли просто насосом. Отправляем. обратно в синтез. И вот теперь схема закончена. Все это мы сделали только из одной реакции. Мы расписали ее в структурную схему. И у нас получается, что приходит аммиак и СО2. Два входа. Аммиак и СО2. Схема. Выходит карбамид и вода. Карбамид, готовый продукт и вода. И, как обычно, мы не забываем все это за. Третий выход от ЭНР. Все. Это мы рассмотрели, вот приблизили, увидели океаны и материки вот на таком уровне. Чтобы рассматривать теперь дальше каждый узелок, каждый узелок, скажем так, теперь какой-то материк мы будем выбирать. Я думаю, в следующий раз это уже будет отделение синтеза. Мы рассмотрим, скажем так, вот эта реакция, на самом деле, ее идет порядка около 15 реакций, которые только изучены. Которые есть, которые основные, побочные реакции. Их достаточно много. Мы рассмотрим одну из теорий, которая представляет теорию синтеза. И, чтобы вы понимали, что происходит, допустим, в отделении синтеза, какие реакции идут и какие нужно учитывать. Потому что дальнейшие процессы, например, которые происходят уже в отделении синтеза в различных аппаратах, понимание именно этой модели, которую я предложу вам, которую больше всего запомню, она поможет вам понять, какие процессы идут и как они идут, процедуры этих процессов в каждом из аппаратов. Есть вопросы по этой части? Я думаю, здесь все понятно, но с этого все равно надо было бы начать. Мне кажется просто, что вот это очень понятно. Изначально те, кто приходят, должны начинать с такого понимания, чтобы представить. А потом уже выбирать, какой из узлов, узлов рассматривать и изучать, это уже инструктор каждый решится. Выборку начать изучать рецикл, синтез и так далее. Я думаю, с следующего раза мы начнем отделение синтеза. Но начнем не с того, чтобы изучать схему, а начнем именно вот, что происходит в синтезе, какие есть модели синтеза. потому что если взять аммиакет СО2 и воду и смешать просто в автоклаве, то есть автоклав это реактор закрытой крышкой, плотно, то через время произойдет какая-то реакция, наступит какое-то равновесие, образуются какие-то соединения, и вот мы это рассмотрим. А потом это будем проецировать на реактор, колонну синтеза, в нашем случае, стрипер, конденсатор, фускруппер, соответственно. А в автоклаве давление создается и не создается? В автоклаве давление создается автоматически за счет реакции, потому что в данном случае количество теплоты выделяется колоссально, и оно автоматически будет создавать это давление. Значит, есть схемы, которые, вот в нашей схеме, видите, работает схема 140-185 атмосфер. Старые схемы, которые работают, даже на фирме Север Бонд, работали под давлением 200 атмосфер. И тоже довольно, скажем так, удачно были. Степень конверсии, это то есть количество прореагировавшего CO2 в карбониде достигало там практически 70%, если в нашей схеме она всего лишь 55%. Хотя эта схема более новая, чем та. Видите, хотя в тех схемах 70% степени конверсии, то есть количество Север Бонд, мы же должны стремиться, чтобы здесь больше прореагировать устава. А они все-таки произвели потом более новую схему, где всего лишь 55%. Она проще и удобнее. Потому что она по энергетике, металл, наверное, дорогое приходится. И металл, и капиталовложение, и энергозатраты. И вот мы потом рассмотрим, вы сами поймете, почему эти энергозатраты меньше. Почему именно в синтезе нужно поддерживать соотношение, вы видите, 2,85, что такое соотношение аммиак-СО2. Вот те анализы, которые получаете, для чего нужно их анализировать, и о чем они говорят. И почему именно были выбраны именно эти соотношения. Аммиак-СО2. Аммиак-СО2. Аммиак-СО2.